Алексей, сегодня вот трансформация цифровая ритейла уже как данность, но мы постоянно слышим о бигдата, о искусственном интеллекте. Какие сегодня технологии уже доказали свою эффективность, где вы видите перспективы, а что все-таки остается таким громкими маркетинговыми терминами, на ваш взгляд? Ну, мое мнение, то что сейчас идет такой, так называемый транзишн период, период преобразований, когда еще старые технологии, которые были и 10 лет назад, они продолжают в полную мощь работать. А новые технологии, они все еще пилотируются. Очень многие компании заявляют о каких-то пилотных внедрениях, но надо понимать, что это все в одном магазине в лучшем случае. Принятие решения рулаут этих технологий на все сети, на многие объекты, оно еще никем практически не принимается. Все громкие внедрения чего-то инновационного обычно сейчас ограничиваются одним, двумя магазинами для того, чтобы ритейлер посмотрел эффект. И могу сказать так, что когда мы смотрим на эти эффекты, они не очевидны. То есть тренд все равно пока остается, что люди все-таки любят ходить в физические магазины, а соответственно пользуются традиционными сервисами в магазинах. Поэтому ритейлеры должны что делать? Они должны улучшать качество сервиса, работать над эффективностью, смотреть в будущее на инновации, но при этом не забывать о своих основных базовых сервисах. А что я имею в виду? Прогноз спроса, четкое планирование ассортимента, экономия собственных затрат на различных массах, что в ритейлер, где можно сэкономить. Все эти базовые вещи. Четкая работа кассового в магазине, четкая работа бэк-офисных систем. Это все важно. А если все-таки говорить о пилотах, были ли за последний год-два у вас какие-то инновации, которые, может быть, не запустились, но вызвали у вас интерес, что вы решили как-то обкатать, пускай даже на одном магазине? Это все инновации, связанные, наверное, с персонализацией сервиса, с персонализацией предложений конкретного клиента, с работой с каждым клиентом как с индивидуальным клиентом, с его историей покупок, с его предпочтениями, с его пожеланиями какими-то. Потому что до последнего времени все-таки ритейлеры работали с клиентами как сегментами некими. Некий сегмент условно близких по поведению, по другим параметрам, по гео какому-то клиенту. Сейчас все-таки тренды от персонализации. Много ли сейчас среди российских поставщиков и производителей таких решений? Кто вот ищет какие-то, делает новые инновации, ищет новые идеи для этого? Я думаю, что нет. Это, наверное, какие-то единичные истории. И они, наверное, выстреливают, может быть, даже не в ритейлер, а в каких-то смежных областях. И уже сами ритейлеры, присматривая, что есть на рынке, пытаются это притянуть для своих нужд. То, что делается внутри ритейлеров, внутри тех специалистов, системных интеграторов, лендеров, оно все-таки более традиционно. Если вернуться к вопросу повышения эффективности, то какие здесь технологии, инструменты автоматизации сейчас у ритейлеров больше, более востребованы? То есть, как снижать издержки с помощью технологии? Что вы у себя делаете? Ну, я думаю, что это прежде всего работа с товарными запасами, точность прогнозирования спроса, исполнение, пополнение магазинов, то есть работа цепочек поставок, логистические какие-то проекты. Я думаю, что вот здесь вот лежит история. Конкурентные преимущества могут лежать, например, еще в быстроте, в быстроте сервиса, в быстроте доставки, например, онлайн-заказов. Здесь вот много возможностей еще. Если, как мы упомянули онлайн, как вообще компания переживает, какие изменения претерпевает во время развития онлайн-продаж, когда она превращается в, там, омниканальную компанию? При внедрении омниканальных решений, вне зависимости от точки входа и выхода покупателя при контакте с ритейлером, покупатель должен получать одинаковый уровень сервиса. Одинаковые ожидания должны оправдываться одинаковым образом, вот так правильно, наверное, сказать. Customer Journey у этого покупателя может совершенно различный. Он может найти товар в онлайне, купить его в оффлайне, сделать наоборот. сделать несколько вот таких входов и выходов в магазин, чтобы пощупать товар, попробовать его качество, а потом купить все равно, например, его с доставкой на дом, предположим. Мы делали проект, когда делали, так называемые, динамические цены. Дело в том, что цена может быть разная по стране, но при этом, если покупатель пришел в магазин и, предположим, он не нашел того товара, который хотел найти, он должен иметь возможность его заказать, причем с максимально быстрой доставкой, но цена при этом должна быть такая же, как он увидел этот товар в магазине. Ну вот один из проектов, который мы недавно сделали, реализовали, он сейчас уже работает. То есть это единая цена в любом канале входа? Интересно. Наверное, вот такой еще вопрос. Скажите, компания, там понятно, что для каждого бизнеса, в зависимости от его размера, его стадии роста, нужны те или иные решения, и там, где внедрение, а эти решения, я имею в виду. Скажите, вот сейчас, как вы принимаете решения о том, какую технологию внедрять, какую технологию инвестировать, как вот вы просчитываете свои нужды в том или ином вылучшении? Мне кажется, вопрос выбора технологии сейчас не самый главный. Если бизнес приходит с конкретной задачей, его прежде всего волнует скорость внедрения, скорость реализации его потребностей. Какую технологию выберет при этом IT, бизнесу не очень важно. Важно, чтобы она полностью соответствовала его ожиданиям, и скорость внедрения была максимально быстрой. Модные слова, такие как agile, гибкость разработки, вот все эти истории, они сейчас невероятно находятся прямо на острие потребностей бизнеса. Поэтому здесь скорее технология выбирается такая, чтобы она удовлетворяла именно по скорости внедрения. Алексей, там, наверное, последний вопрос про ваши прогнозы. Как вы видите, с точки зрения технологий, изменится розничная торговля и процесс взаимодействия с покупателем, в периоде 10 лет? 10 лет – это очень большой период. Наверное, никто не возьмет на себя строить какие-то такие настолько долгосрочные прогнозы. Ведь за три года даже меняются технологии. Но могу сказать точно, что через 10 лет я бы, наверное, был бы счастлив, если бы базовые вещи, которые сейчас предполагаются так называемой индустрией 4.0, будут уже внедрены повсеместно. Что такое индустрия 4.0? Это обеспеченность инфраструктуры на уровне совершенно ожидаемом и повсеместно распространенным таких вещей, как онлайн, всегда подключенные к интернету. Полностью все идет связано с бигдатой, то есть видеоаналитика. Везде вас снимают на камеры, везде вы автоматически определяетесь, везде вы подключены. Не знаю, там такие вещи, как сейчас, например, датчики контроля посетителей, сколько посетителей вошло. Это просто… Ну, они должны быть настолько точными, что они не просто должны говорить о том, что вошло 10 человек. Они уже будут определять, что это за люди, какая у них поведенческая особенность, кто они приходят друг к другу. Это отдельно пришедшие люди, или это, например, семья, или друзья, или какая-то пара. Ну, вот, не знаю, там D340 – это огромные возможности для инфраструктуры. На основе этой инфраструктуры будут строиться, конечно, огромные алгоритмы обработки информации, современные алгоритмы. То есть это не просто там датамайнинг, это уже с выводами что-то должно быть. То есть анализ будет идти на лету. И, конечно, это система искусственного интеллекта, автоматического принятия решений, потому что, когда вы с каждым клиентом можете работать уже не как с сегментом, а как с персональным клиентом, кто-то должен для него генерить вот эти специальные предложения. Лицких ресурсов на это хватать не будет. Нужен будет искусственный интеллект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!